Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. А если у вас перегорел предохранитель, как узнать, что предохранитель перегорел? Или он исправен? А для этого мы представляем неплохую схему, которая называется индикатор неисправности предохранителя. Если предохранитель сгорел, мы можем получить информацию о перегорании предохранителя. И после этого вы сразу увидите, где находится ошибка в электронном устройстве. С помощью простой схемы, приведенной на экране, вы сможете заставить светодиод загораться при выходе из строя сетевого предохранителя. Схема работает очень просто. Если предохранитель исправен, то напряжение на всех деталях отсутствует. То есть напряжение 220 вольт поступает через предохранитель на первичную обмотку трансформатора. Далее через обмотку на второй провод 220 вольт. Полученное трансформатором напряжение трансформируется необходимое напряжение на вторичной обмотке. Конечно, светодиод не получает питания и не загорается. Но если предохранитель перегорает, то все 220 вольт из сети поступают теперь мимо предохранителя. Через конденсатор C1, далее светодиод, первичная обмотка трансформатора и второй провод 220 вольт. То есть светодиод получает питание через конденсатор C1. Диод D1 закорачивает отрицательные полупериоды сети. На светодиод поступает только положительные полупериоды сети. Ну а резистор R1 на 1 мегаом необходим для разряда конденсатора C1 при отключении сетевой вилки устройства из резетки. Если на конденсаторе не останется заряда, то безопасно будет прикоснуться к сетевой вилке. Очень простая схема, которая включает светодиод при перегорании предохранителя. Я бы сказал, что это очень полезная схема и ее необходимо встраивать в любые электронные устройства. Ссылку на эту схему вы сможете найти в описании под видеороликом. Поставьте пожалуйста лайк, если вам понравилась эта схема и видеоролик. Если вы впервые на нашем канале, так же поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы с вами знакомимся с интересными, полезными и несложными электронными схемами. Субтитры сделал DimaTorzok